Это авария на Чернобыльской атомной электростанции. Самая масштабная катастрофа в истории атомной энергетики, про которую без преувеличения знает каждый. Кто-то из вас даже наверняка вспомнит про аварию на Фукусиме в Японии. Но лишь единицы знают о трагедии на химическом комбинате «Маяк» в Челябинской области. Субтитры создавал DimaTorzok Но я думаю, вы уже догадались, что сегодня речь пойдет немного о другом маяке. О маяке, который унес жизни многих людей. О маяке, который вобрал в себя гигантское количество энергии и изменил жизнь местных жителей, казалось бы, навсегда. Эту трагедию называют Кыштымской. Но немногие знают, что настоящим местом взрыва был комбинат номер 817, расположенный в городе Озерск, что в Челябинской области. Кыштымской ее прозвали из-за ближайшего известного города. Ведь Озерск, а если быть точнее, Челябинск-40, на картах не значился и был долгое время засекречен. Вот так жители Кыштыма и стали участниками ядерной аварии, сами того не подозревая. Озерск строили во времена Холодной войны, когда человечество буквально стояло на пороге своего уничтожения, а война могла начаться в любой момент. В это время в стране на первое место встал вопрос государственной безопасности и создания собственного ядерного оружия. Наконец, 1 декабря 1945 года было принято постановление правительства СССР о строительстве Плутониевого комбината, первого в стране промышленного комплекса, на базе которого и вырос наш маяк. Разумеется, работы начались без какого-либо промедления. В конце декабря был утвержден выбор строительной площадки на Южном Урале. Туда же была отправлена первая партия строителей. Возводился комбинат и его город-спутник, как и подобается мегастройкам того времени. Сюда приезжали лучшие инженеры и строители со всего Советского Союза. А также использовался труд заключенных из исправительных лагерей, которые уже в конце лета 1946-го рели котлованы для реакторов на совершенно секретной основе. Научным руководителем проекта был назначен Игорь Васильевич Курчатов, позже известный как отец советской ядерной бомбы. Ну а за ходом этого строительства лично следил Иосиф Виссарионович Сталин. Надо признать, у него были весомые основания для постоянной тревоги. Еще весной 1946-го Уинстон Черчилль, недавний военный союзник и давний заклятый друг, в американском городке Фултоне провозгласил о начале Холодной войны. А у США уже был разработан план Тоталити с атомной бомбардировкой советских городов. На самом комбинате, или как его еще тогда называли, Сороковке, производили Плутоний-239, радиоактивное вещество, необходимое для изготовления ядерного оружия. На данном химическом заводе получали не только уран и Плутоний, но и огромное количество жидких и твердых ядерных отходов, возникающих при выделении атомных элементов. В этих отходах содержалось огромное количество радиоактивных остатков цезия, урана, стронция и Плутония. Первое время отходы с этого предприятия сливали прямо в реку Теча. К сожалению, в те годы госбезопасность стояла выше, нежели забота об окружающей среде. Комплекс работал благодаря первому в СССР и Европе промышленному ядерному реактору А1, который ласково прозвали Анушкой. Но, к сожалению, при первом запуске реактора инженеры столкнулись с так называемыми «козлами». Это определение пошло прямиком от металлургов и означало «застывший в печи металл». Но в нашем случае «козел» — это урановый блок, намертво спекшийся с графитом, из-за чего весь комплекс пришлось остановить на две недели, дабы не допустить распространения радиации дальше. Но самое страшное впереди. Радиоактивные отходы маяка хранили неподалеку от предприятия, возле озера Карачай. Там была создана бетонная банка со стенками метровой толщины, в которую и сливали радиоактивные отходы. От поверхности земли эту емкость отделяли ровно 2 метра грунта. Да, вы не ослышались. Не 20, не 10 и даже не 5, а ровно 2. Атомы в отходах продолжали делиться, тем самым повышая температуру жидкости. Поэтому вокруг цесцерны установили охлаждающие установки. К сожалению, их строили на скорую руку, а осмотр и ремонт этого оборудования был трудоемким и чрезвычайно дорогим. Из-за этого предприятие мирилось с его состоянием весьма далеким от идеала. Так продолжалось вплоть до 29 сентября 1957 года, когда в 16 часов и 22 минуты прогремел взрыв. Тогда в банке находилось чуть меньше трети отходов от всего объема, составляющего три сотни кубических метров. По одной из официальных версий, причиной взрыва является выход из строя системы охлаждения и как следствие разогрев и последующая детонация емкости. Из материалов расследования мы знаем, что официальная причина аварии звучит так. Нарушение системы охлаждения вследствие коррозии и выхода из строя средств контроля в одной из емкостей хранилищ радиоактивных отходов. Мощность взрыва оценивается от 70 и до 100 тонн в тротиловом эквиваленте, что примерно равняется по мощности современному тактическому оружию. Емкость была полностью уничтожена взрывом, а на ее месте образовалась воронка глубиной 14 метров и 8-тонная бетонная крышка, что отлетела на десятки метров. По классификации МАГАТЭ к Штымской аварии присвоен шестой уровень из семи возможных, а выше только у аварии в Чернобыле и Фукусиме. А главным виновником аварии объявили директора хинкомината МАЯК, Михаила Демьяновича, который в момент взрыва был в Москве. Его сняли с должности и перевели на другое место работы с понижением. Больше виновных не было. Я включила прибор для измерения уровня радиации и сказала, что он сломался. Да мне просто не доходило, что стрелка могла так зашкаливать. Незадолго до взрыва мы проходили обучение, как вести себя, если американцы сбросят атомную бомбу. Но у нас не было мыслей, что опасность может возникнуть и без вмешательства иностранцев. Само взрыва я не слышала, но меня как будто осветило. И все, что у меня было на столе, улетело через окно на улицу. Я вышла. Смотрю перед процедурной нет окон. Кругом одни стекла, все горшки с цветами слетели. Никто не понимал, что произошло. На улице мимо меня пробежал майор с группой солдат и сказал мне вызвать три машины скорой помощи для возможных пострадавших. Машины приехали, но, к счастью, опошлось без жертв. Лишь одной женщине осколком ранило руку, у мужчины на голову упала оконная рама. Газеты Советского Союза молчали. Лишь спустя неделю после взрыва, 6 октября 1957 года, в местной газете «Челябинский рабочий» написали про взрыв. Правда, по незнанию журналистов, стол про деактивной пыли выдали за северное сияние. Первым, кто попытался рассказать о случившемся на маяке, был диссидент-физик-ядерщик Жорас Медведев. В 70-е годы прошлого века он выступил перед иностранными журналистами и рассказал о взрыве на Урале. Поднялся шум, но советские власти вовсю отрицали эту информацию. Об аварии на маяке молчали вплоть до событий на Чернобыльской АЭС. Почти 30 лет про взрыв в Челябинской области страна не знала практически ничего. Город был закрытый, работников маяка не отпускали в отпуск в течение полутора лет, а ликвидаторы подписывали бумаги о неразглашении. И только в 89-м году, в самый разгар перестройки, СССР признал очевидный факт. 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» прогремел взрыв. Мощность радиоактивного выброса составила 20 миллионов кюри, что составляет примерно половину от аварии на Чернобыле. 90% всех радионуклидов осело в эпицентре аварии, а остальное образовали радиоактивное облако. Именно оно в ближайшую половину суток унесло загрязнение на расстоянии от 300 до 350 километров от взрыва. Добрый вечер! С вами прогноз погоды. Сегодня в Кунашанском и Касминских районах ожидаются радиационные осадки. В городе Кыштым небольшая облачность и слабый ветер, а в Озерске все так же солнечно и прекрасно. Желаю вам чистого воздуха. Так образовался ВУРС – восточно-уральский радиоактивный след. На его площади оказались земли Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, на территории которых проживали около 270 тысяч человек. Во время самого взрыва никто не погиб. Ведь было воскресенье, и на станции работало всего лишь пару десятков человек. Жертвы катастрофы стали появляться после начала работы по устранению ее последствий. Первыми ликвидаторами аварии стали, конечно же, сами сотрудники. Потом на помощь привлекли внутренние войска и заключенных, отбывавших наказание недалеко от маяка. Производство на комбинате останавливать было нельзя. Ликвидаторы обливали дороги водой из пожарных машин, мыли стены и крыши зданий предприятия. Но помимо взорвавшейся банки, в хранилище было еще несколько. Поэтому сотрудники пробурили вокруг них туннели для шлангов с водой, чтобы возобновить охлаждение. Также было принято решение эвакуировать несколько деревень Каслинского и Кунашакского районов Челябинской области. Это населенные пункты, которые сильнее всего пострадали от загрязнения. В общей сложности эвакуировали около 10 тысяч человек. Дома и все, что принадлежало жителям, в том числе и скот, было уничтожено. Но Озерск не попал в зону радиоактивных осадков, поэтому этот город эвакуировать не стали. Считалось, что он не пострадал от заражения. Тем не менее, люди стали погибать от лучевой болезни. Точное число погибших от нее неизвестно. Для сохранения секретности пациентам ставили другие диагнозы, не вызывающие подозрения. А количество пострадавших насчитывает до 270 тысяч человек. Чтобы радиация не распространялась, создали санитарно-защитную зону, которую превратили в Восточно-Уральский заповедник в 1968 году. Природа в нем постепенно излечивается от заражения. Но прогуляться по нему, к сожалению, не получится. Уровень излучения остается крайне высоким. А радиационный фон может понизиться до естественного только через сотни лет. Подводя итоги, можно сказать, что Кольштинская авария наглядно показала, что производство ядерного оружия связано с серьезными рисками для окружающей среды и здоровья людей. Она стала серьезным уроком для всего мира и послужила толчком к разработке новых технологий и мер безопасности в области атомной энергетики. Ну и по традиции хочется закончить это видео цитатой. А наука может объяснить, как построить ядерный реактор. Оно не подскажет, что строить его не следует. Майкл Крайтон Майкл Крайтон Майкл Крайтон Майкл Крайтон Майкл Крайтон